Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и вот, наконец-то, записываем мы с Василием долгожданный матч на шахматной планете. Собственно, собирались еще довольно давно, но у нас обоих время нашлось только сегодня. Не поделились мы еще до конца с форматом этого матча, но начнем играть, а там уже по ходу посмотрим. Рейтировочно мы будем играть до трех побед первый матч вот с раздельным комментарием, потом мы созвонимся по скайпу и в следующем матче до трех побед будем играть уже с совместным комментированием партии. Так, у Василия 2705 рейтинг, почему-то не могу его вызвать напрямую через друзей. Прошу прощения за это. Наверное, не моя вина. Так, на вид. А, да, играть будем с контролем времени 3 минуты без добавления. У меня будут неплохие шансы уронить флаг. Вызвал я Василия, жду, когда он примет вызов. Пока придется занимать эфир чем-то другим. Ну, например, желающие, когда вот дойдут в просмотре видео вот до этого момента, полторы минуты начинают начало, могут написать в комментариях, с каким счетом закончится матч. И, может быть, тому, кто угадает, будет небольшой то, что приз, но такой, скажем так, бонус. Большого бонуса я обещать не могу в любом случае, потому что кто-то может перемотать в конец видео и, скажем так, немного схитрить. Почему-то Василий не принимает вызов, наверное, пока поставлю на паузу видео. Вот, принял. Поехали. Первая партия я играю белыми, е4. Я уже плохо помню, какой дебют Василий играет на е4, но... А, пирц. Что ж, пирц, так пирц. С3, здесь, наверное, будет c5. Это вход в его стиле. Да, крайне странно, я угадал. dc. Сейчас у нас он c3 или ферзь a5. Оба хода. Ферзь c7, вот это что-то новенькое. Можно ли так играть вообще? Что будет, если сейчас конь d5? Видимо, ферзь c5, и кажется, что белые сразу ничего не добиваются серьезного. Хорошо, тогда попробую просто защитить пешку. Сейчас уже, может быть, конь d5 грозит. Да, поэтому конь f6, но что ж. Может, таким образом, дастся зацепиться за эту пешку. Да, беда в том, что конь f3 во всех вариандах наталкивается на конь f4. Другое дело, что там у белых будет вероятен слон d4. Может быть, все равно неплохая позиция. А, слон d4. Если сейчас е5, то конь d5 промежуткий. Так что слон успевает и бежит. Я не уверен, что конь g4 был хорош шоу за черных. Может быть, надо было профилактически сыграть конь c6. С неплохими перспективами. Здесь, я не знаю, в чем уже небольшие проблемы с координацией возникают. Мне кажется, что у Василия сейчас играет 2-0. Даже тогда конь d5. И кажется, что у белых плох. Это все-таки е5. Ну что ж. Сейчас у белых приятный выбор. Между ходами конь b5 и конь... И конь... d5. Какой из них сильнее? Какой из них сильнее? Трудно сказать, какой из них сильнее. Ну давайте проверим конь d5. Все-таки очень заранчиво попасть конем на d6. Мне кажется, что сейчас за Василия строго единственный ход ферзь c6. Потому что иначе у него не будет ни материала, ни контр игры. А вот за ферзь c6 все-таки в вариантах у белых отваливается пешка на c5. Поэтому... По крайней мере, борьба будет продолжена. Интересно, куда... Куда... Куда сильнее отступать королем. Наверное... Я вот откуда на f8. Ну, что выглядит Василия? Посмотрим. Ну, тоже, да. Король ф8. К сожалению, кажется, что белые не могут комфортно удержать эту пешку. Довольно неприятно. Казалось бы, позиция совсем подавляющая. Может быть, не все так просто. После солнцедых ферзь c5 проблема даже не в том, что теряется пешка, а в том, что еще грозит матный f2. И начинаются небольшие... Ужу белых небольшие проблемы с координацией. Потому что на fd2 в том варианте будет слона h6. Неприятно. Что же делать? Что же делать? А, ну, можно сыграть все-таки слон b5, да. Мне кажется, что я сразу недооценирую этот ресурс. Потому что теперь на f7 ход единственный, можно уже убрать слона. И теперь на fc5 белый сбивает рокировать, очень важно. А с короном на g1 все это не так страшно. То есть, не знаю, мне кажется, Василий даже сейчас... Я все-таки побил. Я думал, что он не будет брать, чтобы сохранить больше контур игры. Сейчас у белых уродок он g5. Какой за fc2, слон b4. А3 слон b4, может быть, в каких-то вариантах. Левая, это можно взять на c8 и заверсти фразиану до 6. В общем, строго говоря, я думаю, что черная безнадежная позиция здесь. Но вот в процессе своих комментариев, как вы видите, я снова серьезно отстал по времени. Поэтому результат партии остается открытым. Обратите внимание, я сделал до 12 ходов. Белые потратили 2 минуты. Я уверен, что в партиях вот с совместным комментарием таких проблем у меня не будет. Что ж, кнc6, кнc5. КНG4 под гол, надо что-то делать. Тоже времена f7 висит. В общем, да, позиция у черной здесь крайне плачевная. Ну, как закончится партия, другой вопрос. Кнf6, видимо, ход единственный. У белых сейчас есть ответственность. С4 сильный достаточно. Может быть, выигрывающий. Если что-то лучше, можно... Можно уронить флаг, если продолжать прослуждать подобным образом. Поэтому... Сограю с на c4, в любом случае ход неплохой. Кнf8, да. Пока черная держится из последних сил. Как усилить давление. Ферзь d2. Угрожает слом b4. Ход, конечно, немножко край... Может быть... Не может быть, а наверняка было что-то сильнее. Сейчас... Белый мне так легко пробить эту позицию. Яду к РО1, сразу за f4. Не думаю, что какой-нибудь шахматистый рискнет в такой позиции выбить этого коня. Выглядит самоубийственно. Ну, в общем... Да, поэтому Василия заняться не беру. Сограю с на c4. Сlnf6 грозит. Времени у белых очень мало. Атака, разумеется, здесь абсолютно матовая. То есть никаких шансов при нормальной игре удержать эту позицию. У черных нет. Обыгнала Василия по времени. В последний вот момент партии. Наверное... Наверное, ему не удастся все-таки удержать эту позицию. Сlnf6. Да, и кажется, что это конец. Но e5 просто слн g7. EF довольно изобретательно. Но, конечно, вряд ли может. Реально помочь еще на ладе e1. Подтягиваемся фигура. Уронить флаг было бы нежелательно в этой позиции. Ну, в белых большой перерез по времени. Думаю, что смысла продолжать. Сопротивление здесь нет. Василия сдается. Сразу же вызываю... Следующую. Но, по факту, я думаю, что Василий сделал одну ошибку. Но она оказалась довольно серьезной. Вот, конечно, 4-й ход не туда. Выглядит идеально, но не туда. Тем не менее, у него начинается вторая партия. b3. e5. У меня есть некоторые познания в этом дебюте ограничены. Но все-таки есть. Здесь обычно играет конь от 3, конь е2. Ход довольно редкий. Так что здесь мои познания подходят к концу. 2-0. Вроде бы логично. А конь идет на g3. Мне кажется, что я уже что-то сделал не то. Наверное, надо было сразу играть а6. Потому что сейчас на а6 будет слон е2. Немножко не то, что мне хотелось бы. С другой стороны, может быть, есть вот такой интересный ход. Конь е7 с а9 с а6, слон с а7 и d5. Тоже, в общем-то, типовая идея. Слон е2, мне кажется, играть надо. Да, главное, чтобы Басилия не успела в 4 прорваться. С приятными для себя последствиями. Видимо, он даже не рассматривал эту идею. Хотя идея довольно любопытная. Здесь d5. Кажется, что у черных неплохая такая французская с переменной цвета. Но, по идее, у черных должно быть неплохо здесь. G6. Слон 3 ладей и 8. Да, это, в общем-то, все было предсказуемо. Я отстал по времени уже на 30 секунд снова. В общем, это, конечно... Да, кстати, вот если кто-то интересуется, почему я не записываю свою партию вблизь вот с сильными соперниками из Шахматы Планеты или с любого другого сайта, ну, вы видите, что происходит. Поскольку я довольно плохо совмещаю комментарии и, собственно, игру, то... Я пробовал делать записи, но я не выкладывал их в группу, потому что происходит, наверное, то же самое, что происходит сейчас. Я говорю очень быстро, вряд ли это так уж интересно слушать. И при этом еще и результаты плохие в итоге получаются. Потому что не смотря то, что я говорю быстро, время все равно тает стремительно. Ладя c8, ладя c2, слон b8. Такая вот идея. Не знаю, видимо, у черных комфортное равенство. Можно ли здесь замахнуться на большую, это другой вопрос. Может быть, в каких-то вариантах за счет преимущества в пространстве получится на колецкий фланг надавить конь h4, и конь g4. Но это в большей степени не реальное давление, а какая-то психическая атака. Которая вряд ли может быть на самом деле эффективной. Но тем временем положительная сторона того, что сейчас происходит, заключается в том, что я минимизировал свое отставание по времени. Вот dc2 это зевок, который... В общем, очень странный зевок, который вот еще раз показывает, что играть и комментировать тяжело, почему Василий не взял на f6, я не понимаю. То есть даже там у черных неплохая позиция, потому что идея f5, но сам факт, что не стоило это допускать. Он же 4, правильно пешка h2. После h3 придется, видимо, играть конь f6, потом конь f5. Да. Тоже, конечно, идея такая спорная. Конь f5 будет стоять неплохо, но стоило ли это вот такого количества потерянных темпов, непонятно. В общем, довольно плохо играет в партию. Прошу прощения у всех своих зрителей. За это, с другой стороны, у черных салона не такая уж неприятная позиция. Ферзь f5, кунь h4, какие-то идеи. Даже, может быть, не коня, а именно ферзя туда стоит. Все не так уж и плохо. Да, стоит сыграть пняж f4 здесь? Почему бы и нет? Сыграю пняж f4. Сыграю пняж f4. На конь g3, видимо, ладья c8. У черных, разумеется, здесь нет перевеса, но и серьезных поводов для беспокойства тоже нет. Ладья c5 это оригинальный ход. А что будет, если я сыграю слон d6? Начну к цеплять того слава. Ладья d5 и дес фон h2, и потом выиграть качество. Давайте проверим. У белых есть ход ладья 5, но он выглядит очень уродливо. Самое простое взять ладья c8, и у черных явно перехватывать эту инициативу в этом варанте. Мне кажется, что уж лучше отдать качество. Но к тому же, может быть, я все-таки Василий почитаю держаться за материалом. По мне, это не выглядит очевидным решением, если честно. С ростами может быть ладья 5, ладья c5 как-то быстро переведутся, и ничего страшного не произойдет. Но, видимо, вот Василий намекает на то же самое. Так, к сожалению, b6 приводит к потере пешки важной. А иначе ладья идет на c5. Ну что ж, значит, я переоценивал свою позицию. Так, так. Да, не все так просто. Неудачно, что у нас g6, у белых всегда есть эта вилка. Пойду, наверное, ферзь d6 как-то. Тоже, конечно, ход не самый приятный для исполнения, но что же делать. Хочет мне неприятно терпеть этого коня, даже хочется его выгнать. Конь сам уходит, правда, уходит очень неприятно для меня. Придется играть b5. И здесь у белых может есть подрыв а4 сильный. Ферзь h5 тоже довольно хорошо. Конь f5. На g4 и конь e7. Но Василий завладел инициативой, кажется, в этой партии. Тоже позиция, конечно, все еще далека от какой-то определенности, но тем не менее. На g4, с другой стороны, у черного был бы ход g6. Может быть, не все так очевидно. Все равно пойдут g6. Сейчас ферзь уйдет. Ферзь b6. Уп4, к сожалению, не находится ответ у белых. Тай, конь d5 грозит. Ну ладно, беру. Времени мало. Уже надо начинать подкручивать. Конь e7. Отдаю пешку на а6. Силий берет. Ферзь b7. Конь идет на f5. Конь, возможно, придет на c4. Конь d6. Подаю на пешку. Конь c4. Все по плану. Б6. Можно ли взять? Вроде бы можно. На ферзь b5 ладется 6. Ладется 6. Кислый ход, конечно, слабый в этой позиции, но времени мало. Комментировать тяжело. Ладется 1 грозит. Шах. А Василий все-таки играет так. Конь c4. Взяли. g5. Взяли коня. Конь d6. Шах сейчас будет. Нет, шаха не было. Конь f5. Взяли. Шли. d4. Конь f3 шах. Ферзь g6. Рубим флаг. Рубим флаг. Выигрываем. Полсекунды. Как вы сами видите, качество игры в этой партии хромала. Кстати, как не смешно, вот после всех этих глупых зевков позиция черных в итоге все равно выиграна, потому что броневая вилка приводит к переходу в пешечный мяч без лишней пешки. 2-0 счет. Играем в следующую партию. К сожалению, мне опять достались черные. Не очень приятно, но ничего не поделаешь. Е4. Так, Василий у нас знаток различных фланговых гамбитов. Мне кажется, что ход c6 ему будет немножко неприятен, потому что здесь тяжело придумать какой-то гамбит сразу. Е5. И вот здесь вот вариант c5. Мы с Олегом Салановакой делали видео в этом варианте. Я постоянно забываю о своем собственном анализе, но ничего страшного. В конце концов, мне кажется, что Василий тоже не слишком хорошо разбирается в теории этого варианта. Слон f4. Слон f4, я не помню, есть такой фланг. РН есть. Так, если он выглядит достаточно лично. Е6, с другой стороны, как держать? Василий не хочет держать эту пешку. он ее отдает. По идее, в этом случае белые здесь не могут рассчитывать на перерез, потому что черных, ну вот мы в том видео обсуждали, французская с очень удачно развитым белопольным слоном. То есть в крайнем случае его всегда можно хотя бы даже сменять, и у черных не будет больших проблем. Не в 5. Так, слон f4, мне кажется, довольно идейно, потому что будет грозить h3, h4. Я не уверен, что поэтому по не в 5 был такой уж сильный ход. Все-таки Василий отдает слона. Я вообще не большой фанат размен национального коня, поэтому для меня это немножко странно. Сейчас как держать пешку на e5? Он b3, слон b6, по-прежнему на e5 висит. В первую очередь угрожает слон f3. Я вообще не вижу за белых удовлетворительного способа сейчас удержать эту пешку. А если черные заберут на e5, то позиция станет технической. Другое дело, что в связи с наличием дополнительного фактора именно комментария, техническая позиция это еще далеко не победа. Я прошу прощения за вот этот клик. Хотел проверить, записывается ли вообще видео. Было бы довольно обидно, если бы не записывалось бы на самом деле. Так, а сыграно конь g5? Что? Слон e2, ферзь e2, ферзь e5, сдвоенный удар, ферзь h5, видимо. А ферзь e5, h6. Ферзь e5 не проходит, а если ферзь e4? Непонятно. Можно сграть ферзь e5 сразу, на коне конь h7, коне f7 ничего нет, ферзь e4, ферзь e5 и получить такую позицию. Какая вот из этих двух редакций более выгодна для черных? Сказать труд, слон e2, ферзь e5, ферзь e4. Что же там, как продолжать? Наверное, все-таки ферзь e5 сыграю по этому. Сейчас последует ферзь e4, я не вижу ничего лучше за белочек, слон g4, конь h7 и похожие штуки не работают, ферзь e5. Сейчас грозит, даже не знаю, что грозит, но идея в том, что каких-то вариантов черный рогунь, пешку на g3 забрать, используя эту связку. Ну и в конце концов у черных уже одна лишняя пешка, это тоже неплохо. Вот носитель таким образом косвенно защищает на g3. Как продолжать? Конь e5, есть ход, но туда слон g3, конь попадает под вилку в вариантах. Ассилия уже хочет накатить f4 и f5, ну ладно, в общем-то все вряд ли сильно опасно для черных, поэтому смело играла гей-8. Куда уйдет ферзя, куда уйдет ферзя. Непонятно. Да, ну ладно, дам шарф все-таки. Теперь, к сожалению, ферзь у черных немножко не так расположена, но пойдем же 6, ослабление черных полей не страшно, потому что у белых нет чернопольного слона. Ферзь может быть выйдет через g7 или еще каким-то образом схожим. В общем, немного я усложил свою задачу по реализации перереза, если честно. Надо уже как-то рвать позицию. Вроде бы белый слон h3 тоже довольно тубой, или что-то должно быть выиграно, конечно. Но это перерез был больше. Сейчас ферзь в 3 начинает василить и собираться к моей пешке. Ферзь в 5-3 мне кажется ход довольно слабый, с какими-то явно агрессивными атакующими намерениями, но мне кажется, что тревогные позиции здесь другие были. Так играть можно, но перерез черных, как мне кажется, увеличился. С той стороны я опять кошмарно отстал по времени, и чем закончится? Хотя непонятно, то есть я активизирую слона, я пытаюсь поменять ферзей. Это вряд ли сильнейшее решение, но по крайней мере после размера ферзей мне будет тяжелее уронить флаг. Ладья d2, нет смысла гражаться за эту пешку, взяли. Поменяли слонов, потому что разноцветные славятся своими ничейными тенденциями. Все-таки в чистом ладейном анжпиле будет проще, я думаю. И кажется, что черные чуть-чуть раньше успевают активизироваться в ладью, и если белые окажутся вынуждены обороняться пассивно, то у черных объективно будет легко выигранное ладейное анжпиле, конечно. Для b4, вот опять фиксируем пешку здесь, и ладья b4. Мне кажется, что эта позиция выиграна очень довольно легко. Король идет дальше, а сейчас h5, король f5, f6, фран, тогда h5, король f5, f6, и пешка идет на e5. f6, и пешка идет на e5, да, а, я в шахту выиграть сразу, ну что ж. Тяжело реагировать с таким временем. fe, так e4 мне хоть не нравится, но тоже должен выиграть как бы e5. Король пошел вперед, ладья глади b2 грозит. Да, ну выигранный, конечно, ладейник, Василий попытается снести мне флаг сейчас, но не уверен, что это ему удастся. Король идет вперед, король по-прежнему идет вперед, e2 неотразимая гроза, черные побеждают, видимо. Василий пробует последний шанс, мне кажется, неплохо уходится с идеей там в вариантах подменяться. Собственно, я один, и не так приходил, там, видимо, разве он приводит к ничьей, короче, на маточку листать, но Василий сдался почему-то. Мне кажется, что ему стоило порубить флаг, учитывая то, что партия идет с комментариями. Сейчас я пока поставлю видео на паузу, и либо мы запишем отдельный ролик с совместным комментарием, либо что-то еще, но вы в любом случае об этом узнаете самыми первыми. Всем спасибо за внимание.